Здравствуйте! В эфире Сиары Ньюз и сегодня в выпуске. Страховщики не перестраховались. У ФАСы есть претензии к сочинскому полу страховых компаний. Хочешь в Россию – плати больше. Зарубежные компании покупают объекты по завышенной цене. Торговые площади стареют морально. Рубрика «Исследования и анализ рынка». Не забудьте в конце выпуска рубрика «Классифайт» – актуальные предложения на рынке недвижимости. Купля, продажа, аренда. Подробности в выпуске Сиары Ньюз. Главная новость выпуска. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против сочинского страхового пула. Ингострах, Альфа-страхование, Гефест, Реса-гарантия, Росгострах, страховая компания «Согласие» и СОГАЗ создали пул для страхования рисков при подготовке к Олимпиаде Сочи-2014. Олимпстрою было предложено выбирать страховщиков только из состава участников соглашения, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Тем самым сочинский пул нарушил закон о защите конкуренции, уверены в ведомстве. Одна из организаций, военная страховая компания, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой, что ее не принимают в этот пул. Тем не менее, создатели пула отметают подозрения ФАС и других страховщиков. Нет возможности у семерых коммерческих российских страховщиков, создав страховой пул, иметь возможность ограничить конкуренцию или ограничить доспуск на этот сегмент страхового рынка каких-либо игроков. Мне видится абсолютно беспочвенным тот ажиотаж, который создан вокруг сочинского страхового пула ФАСом в настоящее время. Однако эксперты уверены, что действия страховщиков все же заслуживают пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Мне не совсем понятна цель создания этого пула. То есть вот те внутренние документы, которые подписали участники пула, собственно, я думаю, поэтому ФАС и возбудил дело. То есть ФАС хочет понять, скорее всего, какова же цель создания, истинная цель создания этого пула. Рассмотрение дела ФАС назначено на 10 сентября. Если вина страховщиков будет доказана, им грозит до 7 миллиардов 200 миллионов рублей штрафа на всех. Акционеры Санкт-Петербургской сети гипермаркетов «Лента» Олег Жеребцов и Август Мейер решили продать 89% акций компании. По словам источника CR News близкого компании, продажа «Лента» связана с конфликтом между основными акционерами, которые не смогли договориться о способах привлечения источников финансирования. Однако эксперты иначе оценивают это событие. Продажа «Ленты» – это, в принципе, логичное развитие сети. Потому что большинство из российских компаний, которые строят торговые сети, заканчивают такое развитие, хотят продажи. Из 11 претендентов продавцы в ходе тендера выбрали только 4 иностранные компании. Американскую «Волмарт», французскую «Карфур», финскую «Кеска» и хорватскую «Агрокор». Для иностранных компаний покупка «Ленты» – хорошая возможность выйти на российский рынок, получив сразу торговые площади, менеджмент и налаженную логистику. Так говорят участники рынка. И они готовы за это переплачивать. Максимальное предложение по покупке 89% акций составило 2 миллиарда 200 миллионов долларов. В то время как вся сеть оценивается сегодня в 2 миллиарда долларов. Даже если некие покупки могут выглядеть с сегодняшней точки зрения дорогими, то в перспективе, я думаю, 3-5 лет эти вложения окупятся с достаточно хорошей прибылью. Войти на этот рынок достаточно сложно. То есть входной билет, он достаточно дорогой. Наиболее вероятным покупателем «Ленты» считается «Волмарт» – крупнейшая мировая розничная сеть. Это не первая попытка «Волмарт» выйти на российский рынок. В мае компания вела переговоры с девелопером торговых центров «Макромиром». Кто станет покупателем «Ленты» станет известно в сентябре. О торговом рынке столицы в рубрике «Исследования и анализ рынка» с Екатериной Смолеженковой. Торговля на московском рынке становится более цивилизованной, считают аналитики London Consulting and Management Company. Поскольку федеральные и региональные сети расширяются, ларьков, палаток и рынков становится все меньше. Сегодня наибольшим спросом у арендаторов пользуются помещения от 50 до 100 и от 150 до 300 квадратных метров. Якорные арендаторы выбирают помещения от 1000 до 8500 квадратных метров и от 8 до 20 тысяч квадратных метров, сообщается в исследовании компании Astera. «Уровень вакантных площадей по-прежнему невелик – менее 2% в успешных проектах. Но в морально устаревающих торговых центрах их количество будет расти», считают аналитики. Оставляйте свои отзывы на сайте www.crnewsdefis.tv.com. До встречи в четверг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА